Александр Ларин оказался на войне в 17 лет. Сначала он учился 9 месяцев в военно-авиатехнической школе, а потом уже непосредственно попал на фронт, где бомбил передовые линии фашистов. На его счету 25 боевых вылетов на штурмовике. Трижды он был контужен. Однажды ему довелось увидеть, сидя в кабине самолета, как на него летят сразу 5 бомб. Тогда у него вся жизнь перед глазами пронеслась. И однажды вырулил из ангара после ремонта. Включил мотор. Я смотрю, надо мной головой летит «Юнкерс» и бомбит. Сзади взрывается, сбоку взрывается бомбы. Серии по 5 штук. О, я думаю, теперь пришла. Выскакивает из кабины бесполезно. Отбомбил мой самолет, получил ранение. Мой самолет, а я в кабине сидел, она меня спасла. Но больше всего запомнились Александру Васильевичу события, которые произошли, когда он служил ближе Томира. Тогда на аэродромскоморохе, где располагался штурмовой полк, 5 февраля 1944 года, прилетел маршал Жуков на своем самолете «Дуглас». Непредвиденные события случились на следующий день, когда он должен был улететь. На посадку одновременно шли два самолета – Ил-2 и Як-3. Один был подбит, у него кончалось горючее. Самолеты столкнулись лоб в лоб. Истребитель сразу загорелся, а Ил-2 поднялся свечой и, падая, ударил шасси под «Дугласу». Мы бегом спасать, кто остался живой. Я один из первых подбежал к левому крылу разбитого Ил-2 и увидел вертушка, так называется раньше взрывателя, произвольно от удара от ветра вращается. Если произвольно вращается вертушка, незаконтрированная чекой пойдет взрыв. За мной бежал мой однополчанин Михаил Пократов. Я говорю, видишь, полири меня быстренько, 5 сантиметров здесь не поднял. Схватил вертушку, не дал ей упасть, закрутил и до конца чеку поставил. На деле это означало, что ракета не взорвалась, не сдетонировали разом остальные семь. А ведь только одна «Катюша» поражала все вокруг на 100 метров. Благодаря Александру Ларину катастрофу удалось предотвратить. Правда, Жуков не узнал о том, кто спас ему жизнь. Маршалу надо было лететь. От этого предвращения взрыва произвольного ракет нам повернул адъютант, который наблюдал и тоже все бежали. Вот ребята, молодцы, вы спасли не только себя, но и меня. Но это не главное. Там же Жуков стоял. Откуда, мы знаем. Мы же молодые, его никогда не видели. Человек был в шопке. Благодарность объявил. Молодцы. Да ладно. Мы выполняли свой долг. Специалисты, амбицированные. Знаем, куда идти, что делать. Считанные секунды и ход Великой Отечественной войны мог бы пойти по-другому, если бы Александр Ларин не спас от смерти маршала Жукова. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Спасибо.